Еще до того, как Россия вторглась в Чеченскую республику с войной в 1994 году, Шамиль, по-моему, это было в 1992 или 1991, угнал самолет и приземлил его в Турции. И в этом состоянии, без ноги, потеряв колоссальное количество крови, этот человек знал, что делать не только с самим собой, а со всеми нами. И он отдал приказ о штурме вот этого псковского десанта. И после смерти Шамиля уже мы ничего подобного, конечно, не видели. В общем, в этом плане я это говорил. Нам очень важно правильно понимать подобные вещи, не нужно к этому относиться как-то ревностно. Приветствую вас, дорогие друзья. А я хочу начать этот эфир с темы, которую я поднимал в нашем прошлом эфире. Я тогда говорил про Шамиля Басаева, говорил о его значимости в нашей войне, в нашем сопротивлении, что после смерти этого человека сопротивление уже было совершенно другим, что не было таких значимых военных операций после смерти Шамиля. И после этого я получил некий отклик на эту тему. И некоторые люди высказывали недовольство, что я как-то возвеличил Шамиля и тем самым принизил остальных наших лидеров, героев, участников войны. Я бы хотел немножко раскрыть эту тему, пообщаться с вами об этом. Дело в том, что я, конечно же, ни в коем случае никак не умоляю достоинства других наших амиров, полевых командиров, лидеров. Но при этом мы никак не должны принижать достоинства одного или не говорить о его каких-то достоинствах, считать, что это как-то принизит остальных. В то же самое время мы с вами должны определять значимость в этой войне, в этом сопротивлении отдельных личностей. И люди могут быть на своем каком-то людском уровне, на уровне, допустим, государственного чина, который они занимают. Они могут быть, допустим, равными. Но вот по количеству вклада, внесенного ими в эту войну, вот этот вот вклад у них может быть разным, понимаете? И это не сделает того, кто меньше вклада внес в результате, возможно, потому что он погиб раньше времени. Может быть в результате того, что он был не на той позиции, где он мог бы вкладывать там больше, понимаете? То есть это не сделает его хуже. И это мы ни в коем случае, мы никак его в этом вопросе не принижаем. Поэтому я бы хотел определить вот значимость Шамиля Басаева именно в военном плане. Вот наше сопротивление с Шамилем и без Шамиля, это совершенно разные два сопротивления. И у нас нет никого другого, вот такого вот военного именно Амира, большого военного генерала, чья бы смерть так сильно повлияла на это сопротивление. При всем уважении ко всем остальным, при всей нашей искренней любви к ним, понимаете? Но вот именно этот человек был тем самым изменяющим стиль этого сопротивления, то есть той самой значимой фигурой. Вот о чем я хотел сказать в своем прошлом выступлении. И я еще раз эти слова свои подтверждаю. Да, при всей любви ко всем остальным, но Шамиль Басаев именно в военном плане, он по своей значимости превосходил всех остальных. В этом нет никакого сомнения. При этом да, у него конечно же бывали и ошибки. Он конечно совершал какие-то ошибки. Некоторые его акции, лучшего их конечно не было. Мы с этим согласны, как например Беслан. Однако, то, что колоссальное количество успешнейших операций, военных операций, было произведено при непосредственном руководстве и планировании Шамилем, в этом нет сомнений. То, что именно при Шамиле Басаеве происходили такие самые значимые резонансные какие-то операции, в этом тоже нет никаких сомнений. Мы с вами не приведем ни одной другой фамилии, кто делал бы нечто подобное так много и так часто. Причем Шамиль начал это делать еще до начала войны. Шамиль еще до того, как Россия вторглась в Чеченскую республику с войны в 1994 году. Шамиль, по-моему, это было в 1992 или 1991, угнал самолет. Угнал самолет и приземлил его в Турции. И эта акция, хотя ее изначально вообще делал не Шамиль Басаев, это были вообще другие люди, кто это, он просто как на поддержку им был туда послан, однако уже в процессе самого этого акта управление, командование этой операции взял на себя Шамиль, потому что он оказался наиболее достойный того, чтобы командовать, управлять этим процессом. Для чего это было сделано? Это был период времени, когда не было не то что интернета, не было СМИ, это вот только рухнул Советский Союз, еще нет вот этой журналистики такой в привычном виде, хотя сегодня, наверное, в России уже нет, опять нет этой привычной журналистики. Но тогда еще, понимаете, ничего такого нет. И чтобы вот этот вопрос нашей независимости, чтобы его вывести на мировой уровень, нужно было заинтересовать СМИ, мировые СМИ. И вот для того, чтобы СМИ обратили на это внимание, мир на это обратил внимание, что маленькую республику, ее хотят всячески подавить, что право на самоопределение чеченского народа, и этого права нас хотят лишить. Уже тогда, понимаете, происходили все эти процессы. Спецназ у нас там высаживался, благо ничего у них не получилось. Всячески оказывались давление, там оппозицию финансировали. Это все-все-все уже тогда происходило. И вот чтобы обратить на это внимание, просто чтобы поднять шум, понимаете, в мировых СМИ, для этого было это сделано. И там не было никаких требований о выкупе, чтобы денег дали, ничего подобного не было. Требование единственное было, обратите внимание, мы хотим независимости, и нам ее не дают. И действительно, после этого на Чечню очень серьезно обратили внимание. То есть я хочу сказать, что Шамиль, он всегда участвовал в таких очень резонансных операциях. Кстати говоря, именно после вот этого случая Шамиль уже вернулся национальным героем в республику. После этого он возглавил отдельный батальон или отряд. Только после этого будет, произойдет Абхазия, наша там война, Удилоновская и так далее. А он уже на тот момент, еще до начала войны, он уже является таким национальным героем. Поэтому, ну нет, понимаете, нет второй фигуры, которая бы по значимости именно в боевом смысле, в военном смысле, по количеству проведенных военных операций, успешно проведенных военных операций, срезонировавших военных операций, кто мог бы сравниться. При этом по личностным качествам, как храбрость, смелость, умение полководить, разбираться в военном деле и так далее. В этом плане, да, у нас, конечно, были такие личности, равные, я имею в виду, Шамилю. Но вот именно вклад в военное дело, то есть значимость в военном смысле, здесь, конечно, безусловно, первенство отходит Шамилю Басаеву. Да поблигуют их всех, Всевышний Аллах, все они являются нашими героями. И те, кто были лидерами, как президенты, там, политические личности, и те, кто в военном смысле, были большими военными Амирами, все они являются нашими героями. И те, кто был ниже рангом, там, какие-то руководители Жаматов, Амиры Жаматов, которые также очень достойно ушли из этой жизни, отдали свои жизни в борьбе с врагом. Они все наши герои, всех их мы, безусловно, любим. Просто мы пытаемся анализировать, вот в военном смысле, пытаемся отдать должное этим людям. И в этом плане Шамиль, конечно, был ключевой фигурой в нашем сопротивлении. Шамиль, будучи раненым, потеряв ногу, лежа на носилках, управлял выходом. Вот та группировка, которая уходила из Шатоя на восток, с Шатоя две группировки уходили, на запад и на восток. Та группировка, которая уходила на запад, она была под командованием Гелаева. И это вот та группа, которая в итоге попадет в Комсомольск, в село Комсомольское, Сватый Кудар. Там, по сути, в котел попадет, очень большие потери мы там понесем. Ну, это фатальная на самом деле была, для нас, для нашего сопротивления была фатальная ситуация. Вот эта вот одна группа ушла на запад, вторая группа, которая уходила на восток, вот этой группой, порядка там двух тысяч, да, по-моему, человек, управлял Шамиль, находясь на носилках, потеряв колоссальное количество крови, ногу. И он даже в таком положении, он как будто бы находился над вот всем происходящим, он как будто бы сверху с коптера смотрел, и направлял, что делать. И сегодня те, кто там присутствовали, сегодня отдают должное, они говорят, что, во-первых, мы не знали, что нам делать самими собой, вот в той ситуации, настолько было тяжело. Все были отморожены, голодны. Люди, вот чтобы понимали, насколько они были голодны, одну из лошадей, которая, видимо, несла снаряжение, она была ранена при артиллерийском ударе, они ее, значит, зарезали, разделили это мясо, и там вот по маленькому кусочку досталось каждому сырое мясо. И вот так вот сырым это мясо они ели. Настолько был серьезный голод. Там какой-то костер разжигать, и, ну, не было возможности, потому что они могли бы быть обнаружены. Вот в такой ситуации они не знают, человек, бывший там, участник, ветеран этих событий, он говорит, я не знал, что делать с самим собой. Настолько было тяжелое состояние. И в этом состоянии, без ноги, потеряв колоссальное количество крови, этот человек знал, что делать не только с самим собой, а со всеми нами. И он отдавал, он отдал приказ о штурме вот этого вот псковского десанта. И сегодня все те, кто там были, отдают, признают единогласно, что если бы они их не штурманули, то они бы понесли там потери. То есть Шамиль, понимаете, он был прирожденный полководец, человек, который в экстремальной ситуации, какой бы тяжелой она ни была, он не терял самообладание, не терял возможность трезво мыслить, то есть он не испытывал какой-то растерянности. И это очень важное качество того, кто руководит. Вот он в этом плане он был одним из самых, наверное, опытных в нашем сопротивлении. И именно поэтому после его смерти мы больше уже не увидели никаких операций наподобие той, что была проведена в Грозном, когда просто были в один вечер выставлены посты по всему Грозному. И это были посты нашего сопротивления. А эти кадыровские предатели, они не знали, что... Ну это, понимаете, время, когда внезапно тогда и они выставляли эти посты, у них тогда еще было знаменитое СБ, служба безопасности кадыровская. Они тоже также выставляли эти посты. И когда они видели эти посты, они думали, что подъезжают к своим. Показывали удостоверение и, разумеется, моментально с ними вопросы решались. То есть вот такая вот, вот такой вот масштабной операции, когда сопротивление резко по всему городу выставляет посты, очень быстро отрабатывает и потом также быстро уходит. И это такое просто влияние оказывает на врагов, что они потом на протяжении нескольких недель они просто высунутся, боятся из своих баз, понимаете, настолько это значимо. Город на какой-то промежуток времени они, враги теряют контроль над ним, а наше сопротивление наоборот полностью хозяйничает в этом городе. Пусть на небольшой промежуток времени. Это демонстрация вот этой силы, возможности взять под контроль. То же самое было сделано и в Назране чуть ранее, когда также был взят под контроль весь Назране была взята под контроль, даже там РОВД взяли под контроль оттуда оружие трофейное. То есть много вот таких вот моментов и после смерти Шамиля уже мы ничего подобного конечно не видели. В общем в этом плане я это говорил. Нам очень важно правильно понимать подобные вещи, не нужно к этому относиться как-то ревностно. Понятно, что есть какие-то предпочтения у всех, кто-то там больше склоняется, кто-то был допустим в каком-то входил в другой отряд, другой батальон, у него какие-то предпочтения, но это не должно нам мешать признавать значимость этого же нашего товарища человека с нашей стороны, сражающегося за нашу свободу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова